Вот если бы сейчас здесь сидели представители всех религий, всех религий, и нужно было провести опрос, спросить каждого представителя, с точки зрения вашей религии, что необходимо, чтобы получить, ну, спасение, рай, как хотите, достичь вот этой цели? Один за другим, спрашиваю, первого, второго, десятого, двадцатого, сотого, все до одного, знаете, что отвечают? Что за глупый вопрос? Разве не ясно? Нужно исполнить заповеди Бога, и всё в порядке. Так? И вдруг, с чем мы встречаемся? Читаем Евангелие от Луки, и вдруг там описывается этот потрясающий диалог двух бандитов, распятых вокруг Христа. Левый его поносил, спаси себя самого и нас, если ты такой-то. А правый говорил, мы достойные по делам своим получили. Помяни меня, Господи или Господин, мы не знаем даже, как он понимал. Он знал, что это праведник только, что его несправедливо распяли, что это святой человек. По крайней мере, помяни меня, Господи, во царстве Твоём. Ответ – поразительный. Сегодня же со мной будешь в раю. Поразительный. Я обращаю ваше внимание, ни одна религия этого не знала, чтобы бандит, негодяй, я не знаю, какие слова сказать, убийца, преступник и вор, оказывается, достиг царства Божия. Вот всего, посмотрите, чем друзья, мы касаемся такой серьёзной вещи, которой просто выше ничего нет. В чём состоит спасение? В чём состоит, если хотите, вот та финальная, если хотите, точка духовной жизни, при которой человек только действительно действительно будет в раю, будет спасён? Оказывается, этим состоянием у человека является, во-первых, осознание, что я действительно хуже бандита. Посмотрите, чем наполнен канон перед святым причащением, чем наполнены молитвы перед святым причащением, какие сравнения делаются великие и святые молитвы, которых мы читаем, все наполнены чем? Осознанием, действительно, видением того, кто мы есть на самом деле, а не то, что в мечтах каких-то нам преподносится. Оказывается, спасается человек чем? Вот этим вот смирением. Смирением перед чем? Перед тем, что я действительно совсем не то, кем я думал, что я есть или мечтаю тем более. Покаянием. Помяни меня, Господи, Ты там будешь, я там никогда не буду, я знаю. Вот что говорил разбойник. Вот чем спасается человек. Задача? Или, если хотите, процесс духовной жизни весь направлен к чему? К тому, чтобы человек увидел свои вот эти вот страсти и страстишки. И не просто увидел. Я думаю, любой бес это видит. И с удовольствием придет батюшке и расскажет сколько угодно, так что батюшка взводит. не просто увидит еще, а увидит, что это мерзость. Увидит, что это оскверняет душу, мучает душу, приносит страдания душе и кается в этом. Помните, Сесой ответил, когда увидел себя ниже всей твари. Все святые, оказывается, через подвиг духовной жизни, который был сопряжен с чем? С молитвой, подвижничеством. Приходили к чему? К видению этого своего недостоинства. К видению, знаете, чего? К видению, наконец-то, увидели, что им нужен Христос Спаситель. От чего? От страстей, которые присутствуют во мне. Вот, оказывается, где, если хотите, то та точка, которая свидетельствует о том, что мы действительно находимся на верном пути. Преподобный Пётр Дамаскин так и писал. Первым признаком, подумайте только, первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов, своей греховности, даже прибавляет так, бесчисленных, как песок морской. Вот, оказывается, к чему. Только при этом условии я пойму, что мне нужен Христос. Христианином я становлюсь только тогда, когда увижу, Господи, я действительно грешнейший человек, я ничего не могу, к сожалению, сделать, чтобы исправиться. Ты мне помоги, ты меня спаси, иначе я погибаю. Вот, когда становится человек христианином. А пока я чувствую себя хорошим, пока я чувствую, что у меня уголочек уже в раю обеспечен, не так, как этот разбойник, ты меня там помяни, меня там не будет, потому что пока я доволен сам собой, своим обедом и женой по Пушкину, тогда об этом... А каком спасителе? Да никакому мне спасителе не нужно! Мне нужен не спаситель, а кто? Наградитель! Я же хороший! Вот, оказывается, где корень, самый корень, самый ядовитый и страшный корень отвержения Христа, фактического отвержения Христа. И нечего не обманывать себя, что я подхожу, целую там крест, икону Спасителя. Мне, в общем-то, нечего тут тебе молиться. Я лучше помолюсь каким-нибудь там святым, которые меня исцелят, кто от печенки, кто от селезенки, кто еще чему-нибудь, и туда поставлю свечек, сколько надо, десять, сто, тысячу. А Христос? А что Христос? Ахристос?